Есть мидраж на исход, нет, исход. Захария и все, мы закончили, не будем дальше продолжать. Мне интересовала там только мысль, которая была связана с СССР, 53 глава. Ну там говорить можно и дальше. Значит, и в этом мидраше содержится детальное описание мессианской эры и ее влияние на мир. Да, описание мессианской эры и ее влияние на мир. И этот мидраж начинается таким образом. «Десять вещей святой, да будет благословен он, обновит в будущем». «Десять вещей святой, да будет благословен он, обновит в будущем». Ну, фраза бы выглядела таким образом. «Десять вещей святой, да будет благословен он, обновит в будущем». Ну просто еще добавлено «да будет благословен он». Понятно, да? «Десять вещей святой, да будет благословен он, обновит в будущем». «Объясняю проще». «Десять вещей будут обновлены в будущем святым, да, то есть имеется в виду Богом». Понятно теперь, да? «Да». Но мы не будем все «десять» рассматривать, потому что я только возьму те, которые говорят из Исаии. Хорошо? Значит, первое, о чем говорится, он озарит мир. Это Исаия, 60 глава, 19 стих. «А вот это он озарит мир, то есть из Медроша?» Да. Ну то есть, что изменится, имея в виду? Какие десять вещей будут изменены, да, в будущем? «Он озарит мир» — это Исаия, 60 глава, 19 стих. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе. Но Господь будет тебе вечным светилом, вечным светом, и Бог твой, славой твоей». Видите, что изменяется, да? Что не будет солнца, да, а что будет? Бог будет светить. Здесь же задается сразу вопрос по поводу того, а сможет ли тогда человек смотреть на святого? Да благословен он. Сможет ли тогда человек смотреть на святого? Да будет благословен он. Но что же он сделает солнцем? Он осветит его 49 частями света, ибо сказано. И вот снова приводится Исаия, 30 глава, 26 стих. Нет, это все как бы первое относится, вот это его часть. Исаия, 30 глава, 26 стих. «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Видите, как бы ответ они берут из Исаии. То есть что же произойдет-то? Вдруг солнце станет светить семеро раз, да, светлее, чем оно светило до этого. Значит, пятая вещь, которая произойдет. Ну я сказал, я только беру Исаию, да. Он отстроит Иерусалим из сапфиров. Он отстроит Иерусалим из сапфиров. Исаия, 54, 11. Можно прочитать сразу, 11 и 12. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду твою из драгоценных камней. И в результате всего этого, да, что будет такое сияние и такая слава на Израиле, делается следующее заключение из Исаии, 60 главы, 3 стиха. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сияние. То есть что Израиль будет настолько сиять, да, что народы будут приходить. Значит, шестой. И мир воцарится над природой. Исаия, 11 глава, 7 стих. Исаия, 11, 7. И корова будет пастись с медведицу, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. То есть что мир будет во всем, понимаете, да, и среди животных также. И Исаия, 65, 19, говорит, что плач и стена не прекратятся в мире. И будут радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Исаия, 65, 19. И седьмой пункт. Поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь. Также плач и стена не прекратятся. А, это из недели. Слышим, да. Не станет более воздыханий, стонов и скорби. Все будут счастливы. Исаия, 35, 10. Не станет более воздыханий, стонов. Это седьмой там же. Ну, то есть, что в мире не станет смерть. 35. И возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. То есть, что 35, 10. Постоянная радость, да. Вечная радость. На этом мы заканчиваем мессианские пророчества, которые были в Исаии. И буквально несколько еще слов я хочу сказать о самой книге. Значит, на что бы я хотел обратить внимание, это как все запишите, тоже такое, знаете, как… Основная проблема Исаии… Имеется в виду его учение, его пророчество, как бы, то есть, для его слушателя, для тех, кому он это пророчествовал. Основная проблема Исаии – убедить читателя. А, это как бы та проблема, с которой он столкнулся, это трудность, как бы, у Исаии, да. Ну, да, вот мы читаем, мы сталкиваемся с проблемой. Понимаете, то есть, читатель, каждый любой читатель, или читатель его современник, или слушатель его современник. И, возможно, сегодня мы с вами сталкиваемся с какой проблемой. Что Бог – это как одновременно как судья и как спаситель. То есть, убедить читателя, что Бог одновременно как судья и как спаситель. Это проблема реальная и сегодня. Потому что и сегодня людям трудно понять, как это Бог может быть судьей. Строго взыскивающим, да, наказывающим и так далее. И в то же самое время вы говорите, что Бог есть любовь, и что Он спасает. Как одновременно в этом Боге сочетается и то, и другое. И вот это основная проблема также книги пророка Исаии для читателя, чтобы сразу понять, что Бог есть и Бог судья в одно время, и в это же самое время Он есть Бог спаситель. Такой богослов, Освальд, он говорит, что основная богословская проблема книги Исаии состоит в очевидном конфликте между Богом, судьей и спасителем, между его справедливостью и верностью. Основная богословская проблема книги Исаии состоит в очевидном конфликте между Богом, судьей и спасителем, между его справедливостью и верностью. Он говорит, что Исаии решает этот парадоксальный вопрос следующим образом. Огонь разрушения, который должен разгореться над народом Завета, огонь разрушения, который должен разгореться над народом Завета, над народом Завета, станет средством для его очищения и в конечном итоге спасения. Для его очищения и в конечном итоге спасения. Для его очищения и в конечном итоге спасения. Осволь, да. Осволь, да. Осволь, да. Он продолжает говорить таким образом, что основная тема… Ну, послушайте вначале, хорошо? Может, потом просто запишите себе как. Основная тема разработана таким образом, чтобы показать, как народ посредством указания приближающегося суда, посредством все более и более сжимающего кольца, ввиду угрозы нападения со стороны иноземных государств, пришел в себя. Как когда-то во времена судей, когда народ, испытав притеснение, вопиял к Богу, и он воздвигал им судью-избавителя. И он дальше говорит о том, что в данном случае Исайя говорит о том, что Кир и будет таким важным слугой, который даст возможность народу возвращения на родину, как выступит как избавитель своего рода. И именно этот царь вполне предварил в жизнь замысел Бога относительно его народа. Но проблема состоялась в том, что языческий монарх, Кир, он мог решить вопрос с тем, чтобы переслать народ назад, дать возможность построения храма. Но чего он не мог на самом деле решить, так это он не мог решить проблемы духовного восстановления с Богом. И он подчеркивает, что для решения духовной проблемы восстановления с Богом нужен был другой слуга Господень. И в результате мы видим, что в действительности у Исаии появляется другой слуха Господень, который решает вопрос уже отношений, или духовных отношений, которые должен был иметь Израиль с Богом. Ну и мы уже разбирали это, да, Исаии 53 главу и другие. То есть разрешить вопрос греха. И вот это вот стоит записать. Идея такая, что отношения с Яхвой наладятся не потому, что народ станет жить вдруг праведной жизнью. Отношения с Яхвой наладятся не потому, что народ станет жить вдруг праведной жизнью, а потому что сам Бог даст народу силы для того, чтобы повиноваться условиям завета с Яхвой. не потому, что народ станет жить вдруг праведной жизнью, а потому что сам Бог даст народу силы для того, для того, чтобы повиноваться условиям завета с Яхвой. Да, силы для того, чтобы повиноваться условиям завета. С Яхвой, да. То есть идея заключена в чем? Что не только находиться в завете, но и жить реалиями этого завета. Вот эту фразу еще запишите. Не только находиться в завете, но и жить реалиями этого завета. Потому что эта фраза, она имеет сегодня отношение и к нам. Не только находиться в завете, но и жить реалиями этого завета. Это тот же Оскольд сказал? Или это как бы уже? Не, это просто. Это как вывод определенный, да. Ну, что хочу вам сказать. Кто не дочитал книгу Исаии, дочитайте ее, пожалуйста. И не откладывайте это в долгий ящик. На самом деле полезная книга. И может быть вам пришлось, конечно, много записывать. И может быть многое останется где-то в стороне. Но знаете, есть польза того, что когда вы записываете. Потому что есть такое выражение, что запоминание приходит от руки. Слышали когда-нибудь? Да. Поэтому, когда вы записываете, это как-то тоже автоматически у вас как производит действие запоминание. Ну, продолжайте читать книгу. Размышляйте над ней. На самом деле полезная книга. И она в действительности Исаия принес большой вклад, можно сказать так. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам большое.